Вязание двухцветного тунисского узора путанка. Провязываем цепочку из нечетного количества воздушных петель и затем, пропустив одну воздушную петлю, в следующую петлю вдеваем крючок и вытаскиваем петлю. Далее, рабочую нитку кладем поверх крючка, затем вводим крючок в следующую петлю и вытаскиваем теперь уже петлю другим способом, так как мы вяжем изнаночную тунисскую петлю. И так повторяем до конца ряда. Следующую петлю вытаскиваем, как обычно, затем нитку кладем поверх крючка и следующую петлю будем провязывать изнаночной. И так чередуем до конца ряда. Теперь петли наборного ряда готовы и закрываем этот ряд уже ниткой другого цвета. Сначала провязываем одну воздушную петлю по краю и затем провязываем вместе по две петли до конца этого ряда. Ряд провязан до конца, далее будем вязать белой ниткой в шахматном порядке. Там, где у нас находится простой тунисский столбик, там будем вязать изнаночный столбик. Нитку кладем поверх крючка и провязываем изнаночную тунисскую петлю. Следующий у нас будет простой тунисский столбик в том месте, где была изнаночная петля. Далее снова изнаночная петля и так до конца ряда. Простой тунисский столбик и затем изнаночная петля. При этом нитка находится поверх крючка. В самом конце ряда провязываем простой тунисский столбик, таким образом, чтобы в конце находились два простых тунисских столбика. И опять с левой стороны работы будем менять нитку на другой цвет. Закрываем обычным способом. Сначала воздушная петля, далее по две петли вместе до конца ряда. Ряд провязан до конца и опять розовой ниткой будем вязать в шахматном порядке. Там, где находилась изнаночная петля, там провязываем простой тунисский столбик, а там, где у нас находится простой столбик, там вяжем изнаночную петлю. И так чередуем простой тунисский столбик и после него изнаночная петля до конца ряда. Ряд довязан и далее снова меняем цвет нитки и повторяем вязание, чередуя последние два ряда в шахматном порядке. И вот такой узор у нас получится. С изнаночной стороны он выглядит таким образом. Приглашаю посетить страницу каталога, где вы найдете все обозначения и уроки по тунисскому вязанию. А также, если вам был полезен этот урок, ставьте лайки и я буду рада вашим комментариям. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok